В условии дефицита медицинских масок и обилия свободного времени в период самоизоляции есть повод немного покреативить, своими руками сделать защиту от невидимого врага. Для того, чтобы шить маску, нам сначала надо выкроить три прямоугольника размером 20 на 18. 20 – это у нас будет ширина, 18 – высота. Обработав края ширины маски оберлаком, необходимо аккуратно их заутюжить внутрь. После этого с изнаночной стороны отмерить мелом середину ширины маски. От нее отложить по 4 сантиметра вправо и влево. Эти отметки помогут верно сделать складку на маске. Зафиксировав лицевую сторону при помощи утюга, необходимо прострочить полученную складку по краям маски. Теперь нам понадобится резиночка. Обычно хватает длины прямо как раз 18 сантиметров. Складываем два прямоугольника лицом к лицу, друг к другу. И когда будем строчить, будем вкладывать резиночки сюда и сюда. Вот будет наша резиночка вот так вот. Ну и также с другой стороны. Еще один важный момент. Когда мы пристрачиваем резиночки, в этих местах лучше сделать закрепочку. Ну, то есть сделать строчку туда-сюда, чтобы они все-таки у нас крепко держались и не выскакивали. На маску можно сшить и вручную, да, используя вместо машинки иголку с ниткой, да, как у нас бабушки учили, там, швом вперед, ой, назад иголку. Ну, разными швами, кому как удобно. А чтобы на машинке сшить, нам нужен, ну, и на машинке вручную нам нужна ткань, ножницы, ну, мелок там или мыло, чтобы отметить, да, размеры. Линейка, все, больше нам ничего не нужно. А утюг еще, чтобы отпаривать швы. Вот. Я думаю, что такой набор найдется в любом доме и любой, может, с легкостью дома повторить такой. Теперь нам надо этот наш заготовленный кармашек вставить вот сюда, вовнутрь. Вот так вот уравниваю срезы, чтобы все срезики были ровненько. И теперь нам надо прострочить на машиночке все три слоя. Теперь этот кармашек, который мы пришили, мы его подтягиваем к верхнему срезу, который у нас еще не обработан. И так же аналогичным образом нам надо его сюда пристрочить. Вот так опять. Все три слоя. Но здесь мы будем прострачивать уже. Нам надо оставить будет отверстие для того, чтобы нашу маску вывернуть на лицо. Маска, пошитая собственными руками, конечно же, не сравнится с фабричной. Но некоторую защиту она все же обеспечит. Большим плюсом является возможность ее многоразового использования. Маску можно смело стирать, а после проводить стерилизацию при помощи утюга. После того, как мы прострочили, нам надо срезать вот эти уголочки, чтобы они нам не давали толщину. И теперь выворачиваем нашу маску. Ну вот, получился у нас вот такой вот пока цилиндр. Сейчас мы его отутюжим, приведем в надлежащий вид. И опять же сделаем такие же складочки, как на задней стороне, здесь с передней. У нас будет такая масочка. Еще одним плюсом, пусть и не столь важным, является возможность создания неповторимого дизайна маски. Кто знает, может ее эстетический вид поможет создателю преодолеть психологический барьер и нежелание носить средства индивидуальной защиты. При пошиве маски выбор ткани рекомендовано остановить на натуральных материалах. В нашем случае с хлопка. Хлопок все-таки имеет гигроскопичные свойства, да, и поэтому в нем не потеет лицо. И, можно таки, свободно можно дышать. У меня дочь увидела, когда такую маску, сказала, что надо обязательно всему классу такие маски шить. Ей очень понравилось. И вот, наверное, будем выходные с ней шить масочки. Да, также обращалась ко мне подруга моя. Они с мужем работают в Москве. И вот, чтобы обезопасить себя, тоже попросила шить себе и муж такие маски. Ну вот, мы прутюжили нашу масочку, заготовили здесь опять же такую же складочку с лицевой стороны. И теперь ее надо нам застрочить тоже, чтобы она не расходилась. То есть здесь по бокам делать строчечку. Медики напоминают, что ношение масок необходимо прежде всего тем, кто заболел, чтобы минимизировать распространение инфекции. А здоровым людям тканевая повязка поможет ограничить попадание инфекции на слизистые носа и рта. Можно ее так носить, а можно сюда вставить еще дополнительный барьер. Например, вату. Смотрим по размеру, какая нам нужна. И вставляем сюда, в этот кармашек, нашу ватку. Тканевую или марлевую повязки можно носить не более трех часов. Затем ее можно постирать и использовать снова. Но, конечно же, не стоит забывать регулярно мыть руки с мылом, не трогать лицо и соблюдать самоизоляцию. Это лучшая защита от вирусной инфекции. А вам какой дизайн нравится больше? Выбирайте ткань на свой вкус. Марина Миткевич, Игорь Чернышев для программы «Городские вести».